Наш рейд по продовольственным рынкам в Киевском районе. Мы начинаем с оптового рынка на Маршала Жукова, который в народе называют китайским рынком. Видим, что на заборе написано, что рынок закрыт до 25 апреля. Тем не менее, многие магазины вдоль проезжей части открыты. На них написано, что карантин, они работают на самовывоз. При виде съемочной группы кто-то даже закрывал магазины. Людей немало на рынке. И многие возмущены тем, что буквально через дорогу открыты торговые центры. Рынок вообще не работает. Только хозяева перевосчет делают. Вот это хозяин сейчас заехал. А вот я вижу, что открыты с внешней стороны. Они не относятся к рынку? К рынку не относятся. При том, что половина павильона вдоль дороги открыта, большого скопления людей не видно. Через дорогу народу в разы больше. Предприниматели говорят, что такое закручивание гаек приведет к перекрытиям дорог. Люди будут не только автопробеги устраивать, они будут перекрывать дороги полностью. То есть мы вообще не знаем, что нам делать. Перекрывать дороги, закрываться полностью. Люди едят, ели и будут ездить. Рынок должен работать. Как внутри, так и с оружием. Маски, какие-то меры безопасности. Маски масками, а жизнь жизнью. Надо как-то жить, выживать. Конечно, экономика падает. Предпринимательство, маленький бизнес тоже, по-моему, уже утух полностью. Мы будем жить, будем видеть. Рынок Южный закрыт. С утра правоохранители пришли и фактически запретили работу предпринимателям. По словам самих продавцов, заранее их об этом не предупредили. И из-за этого у них портится большое количество товаров на приличные суммы. Ворота рынка при этом открыты. Через него можно просто пройти на другую сторону. Многие люди собираются и возмущаются, что продолжают работу магазины через дорогу и супермаркеты. А на самом рынке, где цены ниже, ничего купить нельзя. Вот стол полный, оно ящиками, все, вот посмотрите, вот здесь все, оно вот так стоит. Стоит там, ну, наш товар, вот это. Здесь полный стол, и все очень дорогие. Это не все. Насколько примерно вот продуктов здесь, это все, если портится, ориентировочно? Где-то 30-35 тысяч. Это только на одном столе? Да, это только на одном столе. У всех гниет количество, очень большое количество товаров. Какие из-за этого расходы получают? Очень большие расходы. Очень большие. Люди просто у разбитого корыта. На южном рынке продавцы и покупатели возмущены. Первые говорят, что закрытие состоялось без предупреждений, они понесут большие убытки, продукты питания быстро испортятся. Другие из-за того, что цены в супермаркетах намного выше, а качество хуже. Рынки надо открывать. Это нереально. Здесь на нашем южном всегда соблюдали и расстояние, и продавцы все в масках. Я покупатель, я не продавец себе. Я не ожидала, что сегодня закрыли. Я вот пошла в Тавру и я туда вышла. Вы пойдете в супермаркеты? Там есть продукты в супермаркеты, которых я принципиально не беру. Перебиты в руки годности. Они тоже порошковое молоко не берут, картошку не берут. А вы скажите, какие продукты вы только на рынке берете? На рынке вообще не скопление. Мы здесь стоим торгуем, один человек на 100 квадратных метров. А вы зайдите в супермаркет. Толпы народа, никакого движения воздуха нет. Правительство запрещает работать. Но та сторона вся работает. Как всегда работала и работает. И милиция стоит, смотрит на это, ничего не делает. А на рынке кто-то все-таки смог открыться или нет? Нет, нет. Магазины может быть? Нет, нет, мы никто не можем открыться. Никто. Мы все боимся. Киевский рынок на улице Глушко закрыт еще со вторника. Вчера здесь, по словам людей, было большое скопление предпринимателей и возмущенных покупателей. Сегодня же все пусто, висят оградительные ленты, все контейнеры закрыты. А вот магазины снаружи работают. Конфликты и взаимные оскорбления из-за закрытия киевского рынка происходили во вторник. В среду же через его территорию можно только пройти, транзитом. Тем не менее, возмущенных людей и так хватает. Даже ребенок грудной знает, что в закрытом пространстве быстрее заразишься, чем на рынке. А людей сколько без работы, а нам как удобно всем, мы здесь все время скупаемся. И сейчас идти эту гниль, просроченную покупать, отмытую, отстиранную уксусом. А здесь цены на рынке? Нормальные. Вы знаете, с центра города сюда ездят. Здесь лучше цены, чем везде. На строительном рынке «Селянка» на «Небесной сотне» бывшим маршала Жукова придумали свою систему. Рынок закрыт уже давно, но работает стол заявок, где можно взять контакты, дистанционно связаться с предпринимателями и заказать стройматериалы с доставкой. Кто-то продавал онлайн-режимы, кто-то продавал по безналу, где приходят с квитанциями, приходят люди озлобленные, я оплатила, а не могу получить товар, либо что-то это. И мы руководители обеспечили этим, сделали стол справок, взяли визитки предпринимателей, предпринимателей даем, сообщаем, вызываем людей, чтобы они в телефонном режиме, в онлайн-режиме разрешали все рабочие такие вопросы, чтобы не озлобливать и не утруждать людям, бизнесменам, покупателей данного региона. Кроме того, руководство «Селянки» планирует вводить специальные льготы на аренду для предпринимателей. Это связано с большими убытками из-за карантина. Но здесь без поддержки государства не обойтись, считает директор рынка. Безусловно, та аренда, которая была, она уже не будет, будет намного ниже, будут счеты. Но сегодня мы просчитать не можем, мы учитываем и ждем все-таки распоряжений министерства, какие будут скидки. Те скидки, которые сегодня сделали, это по фобам, это в налоговые, патентам, а то по оплате земли, по остальным. Если это будет, конечно, это будет намного легче предпринимателям. Мы не говорим о заработках, мы сегодня все подсчитываем убытки и пытаемся как-то где-то еще что-то на чем-то сэкономить, на чем-то, чтобы общая эта болезнь, эту унифобу пройти и заново начать работать. А вот авторынки работу продолжают. В частности, на успехе почти все павильоны в среду были открыты. Людей немного, многие также делают предзаказы с доставкой. Тем более на носу пассивная, движение транспорта пока никто не отменял. Во время пассивной и во время того, что каждое это средство передвижения, по-любому нужно какие-то детали покупать. Так как лекарства в аптеке покупаешь, хлеб, так и это все. Должны, конечно, рынки быть открыты. Ну, соблюдать, конечно, дистанцию, соблюдать все свои правила и тому подобное. Напомню, сначала в мэрии не хотели закрывать продовольственные рынки и всячески пытались оттянуть или обойти запретную норму Минздрава. Однако это возмутило главу офиса президента Андрея Ермака, который пообещал мэру Одессы разговор с президентом и министром внутренних дел. Пришлось базары закрыть, но при этом спровоцировать общественное недовольство. Дмитрий Богомолов, Константин Ищевед, телеканал «Репортер».